Приветствую вас и не соглашусь с экспертами. Скажу, что ваша мама не является здесь правой. Скажу, что тот факт, что вы живете на ее территории, на ее жилпочке, никак не дает ей правила устанавливать, тяги жесткие, правила на посещение ребенка-тежи. Потому что право собственности не является основанием для подчинения людей. Такова мораль. Такова моральная норма. Если ваша мама приютила вас в своей квартире, то это ее акт, добрый боже. Это ее жест, добрый боже. И если она это сделала, то сделала это бескорыстно. Сделала это безусловно. В вашем случае получается так, что она теперь этим манипулирует. Манипулирует тем, что вы живете на ее площади и она превышает вас в правах. Простите, у нас нигде не написано, ни в каких законах, нигде, что человек, который живет на своей площади, обладает, ну, главенствующим правом определения посещения этой же площади. Я думаю, что ваша мама просто преследовала далеко идущую цель, когда разрешала вам жить у нее. Она подумала так. Вот я позволю им жить, а потом буду постепенно предъявляя, что вот вы у меня живете, вот давайте вот слушайтесь меня. Вот вы у меня живете, вот давайте живите, как я вам скажу. Так пожилая женщина восполняет ту нехватку, тот недостаток значимости, недостаток внимания, недостаток контроля, который она испытывает. Потому что, ну, вы не описали, что у нее есть какая-то болезнь. Вот если бы она болела, допустим, скажем, есть такие болезни, при которых человеку раздражают, там болезнь, она раздражает, скажем, всякие звуки. Человеку хочется тишины или там что-то еще, это да, тогда да. Но если вы не замечаете у своей мамы никаких болезней, и это просто ее вот такое вот желание, то это неправильно. И тогда она вам при разрешении проживания у себя, ну, тогда она вам сказала, что вот я вам разрешаю, а вы вот будете делать то-то, то-то или то-то. Чтобы вы хотя бы имели в виду вообще на что рассчитывать. А разозначально такого разговора не было, значит полное равноправие. А с ее стороны акт доброй воли. И ведь другая бабушка, посещая ребенка, она ведь, простите, к ребенку приходит, а не к вашей маме. И все, получается, ребенку теперь с другой бабушкой не видится. А бабушка ребенка не видит. И потом, вот даже мама говорит, чужой, посторонний человек. На самом деле не чужой, не посторонний. Уже родственник. На самом-то деле это родственник. И глупо как-то, а просто отказываться. Ладно бы действительно чужой человек с улицы пришел, тогда да. А так, это неправильно. Неправильное отношение. Поэтому ваша мама неправа. Здесь. Как из этой ситуации выходить? На самом деле у вас есть три варианта решения. Первый вариант, это пытаться договориться с вашей мамой, чтобы вот как-то, может быть, прийти в гомбромисс. То есть, сказать, что вот, там, теща потихонечку придет, там, потихонечку с ребенком посидит и уйдет, ты ее даже не замечаешь. Ну, как-то так. То есть, стараться как-то вот понять, что же маме, собственно, не нравится. То есть, вглубь проблемы посмотрят. Сказать, вот, когда что? Ты не хочешь видеть теща человека. Вот что она тебе вообще дает? Почему? Почему ты не хочешь ее видеть? Ты против нее что-то имеешь, против нее самой? Если да, то разговор отдельный. Можно сесть, посидеть, поговорить, все выяснить. Может быть, какие-то непонятки были, какое-то недопонимание. Все это решается. Если нет, то тогда в чем проявляется дискомфорт конкретно? И постараться причину этого дискомфорта убрать. Потому что, объективно, квартира не только ее. По идее, если вы не имеете своей жилплощади и являетесь сыном своей мамы, то эта квартира от чести ваша тоже. И, как минимум, мама принадлежит к какой-то ее части. Соответственно, этой частью вы по закону можете распоряжаться так, как вы считаете. И вас ваша мама ограничивает. Ну, никак не может. Второй вариант – это на улице. То есть, если девушка может приходить к вам каждый день, допустим, то значит она живет недалеко. Ну, значит, на улице тогда встречаться на нейтральной территории. И третий вариант – это здесь один. Здесь один. На самом деле, это исчерпывающие персечные варианты. Больше попросту не существует. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Вам остается только при неимении возможности жить отдельно, бороться за свои права, не позволять вашей маме устанавливать диктат и оставить свои интересы и интересы своей семьи. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!